Кулинарная Лига Елена Кун профессионально занимается триатлоном. Этот вид спорта представляет собой гонку из трех этапов – плавание, велогонки и бега. Елена – неоднократный участник международных соревнований и первый в Казахстане сертифицированный тренер «Айронмен». Здравствуйте, Елена. Мы рады вас видеть на нашей кухне. Добрый день. Вам наверняка очень интересно, что мы сегодня будем готовить. Да, конечно. У нас сегодня в меню вегетарианское лазанья, а также миндальные казинаки. Замечательно. Ну, как бы задачка такая нелегкая, но я думаю, что будет очень вкусно. И что самое интересное, мы все это будем запекать в нашей волшебной духовке одновременно. Я постаралась выбрать максимально полезные блюда, потому что я знаю, что вы у нас адепт правильного питания. Да, я очень четко слежу за своим питанием, и для меня немаловажный мой рацион. А чем вы чаще всего питаетесь? Фаворит на кухне. Ну, фаворит – это как раз-таки углеводы и овощи, и фрукты, и клетчатка. То есть в рационе всегда присутствуют. Ну, как раз-таки лазанья относится к углеводам, потому что это то, на чем происходят все наши тренировки. Это наше топливо. Ну, начнем мы, наверное, с тушения овощей. Вот. Мы их порежем. Нам нужно пополовинке перца желтого и красного, сладкого. Я буду резать помидор, и, конечно, мы потом будем чистить все-таки наши замечательные овощи, баклажан и цукини. Семья тоже перешла вместе с вами на правильное питание? Да, но у меня очень часто смеются надо мной коллеги, что если дети просят обычно шоколад, конфеты и так далее, то мой ребенок просит капусту. Мы это режем. Как это? Да, мы это все режем. Кубиками? Кубиками, да. А почему именно капуста? Чем она полезна так? Или просто вот… Нет, это просто предпочтение, да, предпочтение ребенка. Капуста, морковка и так далее. То есть он отдаст предпочтение свежему яблоку вместо какого-то… Конфетки какой-нибудь. Да, вместо конфетки какой-то. А спортом занимается ребенок? Да, ребенок занимается плаванием. С такой мамой, с таким подходом, это будет как минимум олимпийский чемпион. Да, это бог. Елена, а с чего началась вообще спортивная карьера? Моя спортивная карьера началась очень удивительно. Я до 17 лет занималась спортивными бальными танцами. Я абсолютно не планировала, да, уйти сначала в марафоны, в триатлон и так далее. В силу того, что я бросила спортивные танцы, мне захотелось увлечься чем-то более серьезным. И сначала перешла, это был скайранинг, это были горы, и потом дальше уже меня увлекли марафонами, а вслед за марафоном уже был триатлон. Елена, а вот на каких соревнованиях вы поняли, что вот именно триатлон – это вот ваше? Я думаю, с самого начала, после самого первого старта, первый старт был в Лондоне, это была олимпийская дистанция, и после этого старта я поняла, что я просто влюбилась в этот свит спорта. А чем именно подкупил триатлон? Ну, во-первых, это три дисциплины, которые гармонично тебя развивают. Это плавание, велосипед и бег. В триатлон приходят люди уже достаточно самореализованные, это банкиры, это бизнесмены, топовые менеджеры, и это не секрет, что они очень интересные собеседники. То есть одновременно ты получаешь удовольствие от прохождения дистанции и от общения с такими удивительными людьми. А вообще спорт личной жизни не мешает? Потому что мне кажется, что это постоянные переезды, сборы, и не любой мужчина или женщина, даже она выдержит подобные выкрутасы от своего супруга. Ну, здесь на самом деле очень важно соблюдать баланс и участие в соревнованиях, тем более в такой серии, как Ironman, это баланс между семьей, работой и тренировками. Здесь очень важно соблюсти этот баланс. Если он соблюдён, то тогда будет всё нормально, то есть проблем никаких не будет. Что помогает обрести вот этот необходимый баланс для того, чтобы и там, и там, и всё вроде бы успевалось? Тайм-менеджмент. Очень жёвкий тайм-менеджмент, то есть ты понимаешь, когда у тебя должно что быть по расписанию, и когда это всё упорядочено в одну гармоничную цепочку, то тогда это проще. Совершаешь тренировки, когда твои ещё близкие спят, либо когда ребёнок находится на каком-то другом своём мероприятии. Ты в этот момент делаешь тренировку. То есть сюда же, опять же, тебе нужно включить работу, да, то есть посерединке где-то. Ну, то есть это всё должно быть прописано очень подряд, и тогда всё гармонично складывается. А работа – это что? Я думала, что вы вся в спорте, в спорте. Нет, нет. И чем вы ещё занимаетесь? Нет, я директор детской школы по триатлону, плюс я директор по развитию двух спортивных комплексов. То есть у меня ещё, да, очень ответственная позиция. То есть да, достаточно такая серьёзная миссия. Елена, расскажите, пожалуйста, вот свой приблизительный, примерный распорядок дня. С чего вообще у вас день начинается и продолжается? Чем вы занимаетесь? Ну, я встаю очень рано, как правило, это опять 36 утра, потому что в 7 утра уже моя начинается тренировка. Кристина, что ещё мы режем? Так, мы ещё режем, мы сейчас чистим вот это вот всё. И, наверное, нам можно наши овощи постепенно отправлять на сковородку. Потом мы же так это всё за разговорами уже столько всего нарезали. Мы сегодня готовим с помощью нашей индукционной варочной панели. Она мгновенно разогревается. Вы нам только что рассказали про правила тайм-менеджмента, так что для любой женщины, ну и мужчины, которые экономят своё время, это будет просто подарком. Так. Ну и мы, значит, режем кабачок дальше. Чуть-чуть её переводим в более умеренный режим. И занимаемся дальше нашими овощами. Мы начали про распорядок и не закончили. Дальше вы встаете очень рано. Да, я встаю очень рано, как правило, это 5.36 утра, потому что в 7 утра уже начинается моя первая тренировка. Если эта тренировка происходит вместе с моим ребёнком, то есть если это плавание, то мы едем на эту тренировку вместе, чему я невероятно рада, потому что это лишняя возможность вместе с сыном провести какое-то время дополнительное. После тренировки я занимаюсь к себе в офис. Там у меня полноценный рабочий день, разные встречи, какие-то переговоры, решения рабочих моментов. Соответственно, вечером у меня вторая тренировка по дороге домой, либо я это делаю рядом где-то с офисом, чтобы экономить время, поскольку у нас трафик всё-таки присутствует вечерний. Либо я уже это по приезду домой переодеваюсь, выхожу на вторую тренировку на свою, возвращаюсь домой, какие-то семейные дела, та же самая готовка, её никто не отменял. Да, а что вы чаще всего готовите, кстати? На самом деле, мой рацион – это очень простой и незамысловатый. То, что кушаю я непосредственно каждый день, да? То есть это обычно сваренная гречка без ничего, либо это тушёное мясо с какими-то овощами, либо это курица, опять же, такие тушёные. Расскажите мне, пожалуйста, вот всегда было интересно, что ощущает вообще человек, который участвует в соревнованиях «Айронмен». Наверное, самое важное, чтобы человек был готов именно ментально, и он был взрослым именно ментально. Это очень важно. Поэтому, наверное, не зря, что в серии «Гонки Айронмен» принимают участие люди старше 30 лет, но это в основном, да, такие категории. Кто чувствует, да там, знаете, когда ты выходишь на старт, ты делаешь всё, у тебя в голове выстроен такой план, и ты делаешь всё на ощущениях и на автомате. То есть у тебя запланировано, то есть вот сейчас ты плывёшь, а потом ты быстро проходишь транзитку. То есть ты как робот выполняешь определённые функции. И практически не задумываешься в данный момент о каких-то посторонних других эмоциях. То есть ты сосредоточен максимально здесь и сейчас и на том, что происходит в данный момент. Насколько вообще популярны это движение? И когда вот оно именно стало набирать свою популярность среди спортсменов? На Западе это движение уже популярно очень-очень много лет. У нас только-только зарождается, и вот у нас в июне, как раз-таки 17 июня, будет первый наш старт «Айронмен Астана», да, который впервые среди всех стран СНГ пройдёт именно у нас. Я считаю, что это большая гордость и большое достижение для нашей страны. Конечно, очень здорово, что какой-то такой новый вид спорта приходит в нашу страну замечательно. Я думаю, что здесь будет очень много последователей, да, и к вам прям люди потянутся. Я сейчас посолила, поперчила всё это дело. Великолепие это всё сплошное. И перехожу к приготовлению соуса. Из чего он у нас будет? Вот так, мне нужно масло прежде всего. Ого! Иногда, конечно, надо себя павловать. Всё вкусное почему-то всё не очень полезное. Ладно, мы отработаем в зале потом. Так, потихонечку мы вливаем наше молоко. И при этом мы обязательно это всё дело помешиваем. Можно даже обычной ложкой. Елена, вот расскажите мне как обывателю про «Айронмен». Какие там дистанции? Как они вообще квалифицируются? Что зачем идёт? Что немаловажно. Потому что вот я, допустим, не понимаю в этом ничего. Абсолютно. То есть как бы вот мне надо объяснить. Мы, наверное, можем уже всё дело отключить одним нажатием руки. Ну, «Айронмен» — это триатлон, одна из родновидностей. Триатлон, самая длинная считается в триатлоне. Гонка, которая длится в течение одного дня. Это 3,9 километров плавания в открытой воде, 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом. Всё без остановки в один день. Вот это «Айронмен». Ох! И сколько вот по времени вообще всё это идёт? Ну, среднего любителя занимает 12 часов. Там идёт именно на скорость упор или вот на прохождение на качественное всех дистанций, всех этапов? Ну, вообще, изначально девиз «Айронмен» гласит, что пройди эту гонку и гордись этим всю жизнь. Да, то есть нет такого, что прям кто-то делает только на скорость, кто-то делает это просто для преодоления дистанции. То есть у каждого свои какие-то желания и достижения. Мне понадобится горячая вода, чтобы залить листы для лазаньи, чтобы подготовить их к запеканию, чтобы они не были сухими. Мы их зальём. Я пока сыр тру. Да, а вы пока трёте сыр. Вы пока трёте сыр, а я занимаюсь приготовлением нашего десерта «Казинак». Для этого нам понадобятся овсяные хлопья, миндаль, овсяная мука, 4 яйца, сахар. Всё легко, быстро и даже, может быть, и... Да, в какой-то части полезно. И полезно, да. Так что мы не отходим от наших планов приобрести плоский живот к лету. Я вам сейчас дам ещё одну задачку. Давайте. Отделить белки от желтков. Отлично. Овсяные отруби. Их мы тоже сыпем на глаз. Вот я, кстати, всё готовлю на глаз. А как у вас сготовка дела обстоит? Расскажите мне, пожалуйста. Именно вот десертиков. Именно десертиков? Да. Ну, тут конья отсутствует. Готовка в рационе абсолютно. Десертов нет. Десертов нет, да. Десертов нет. Так, нам нужны белки, мне желток, куда я складываю. Вот так вот. А вот теперь у меня дилемма. Сколько мы будем сыпать сахаром наш замечательный десерт? Вы адепт правильного питания, а я адепт рецептов на глаз, понимаете? Значит, мы выберем золотую середину. Нам два яйца, да? Нет, четыре. Все четыре. Все четыре яйца. Так, ну сахар, я думаю. Так, а мы сейчас перемешаем и посмотрим, может быть, нам и четвёртое яйцо даже и не понадобится. Да, давайте. Сейчас мы посмотрим. Наша предварительная работа закончена с блюдами. Сейчас они у нас отправятся в нашу волшебную духовку-дуалку, где будут готовиться одновременно при разных температурах, и при этом запахи у нас абсолютно не смешаются. Мы ставим нашу лазанью на верхний уровень нашей духовки, а вы мне помогаете берите казинаки свои, и ставим их на нижний уровень, вот прям вот в этой вот штучке. Отлично. Все, мы их загрузили. Включаем нашу духовку и выставляем температуру для лазаньи 180 градусов. Отлично. И для казинаков у нас температура 200 градусов. Елена, у нас есть свободное время поговорить о триатлоне. Про астанинский этап расскажите мне. Ну, у нас в Астане будет ровно половина дистанции от полной дистанции аэронмэна. Это когда наши, и не только наши множественные участники, которые приедут к нам в гости в Астану, сначала поплывут 1,9 километров в реке Ишим, да, затем поедут 90 километров под трассом нашего города, Астаны, и далее побегут 21 километр. Ну, то есть это, получается, половина... Половина от полной дистанции аэронмэн, да. Ровно половина так и называется. Half-airmэн или аэронмэй 73. Вот сейчас у людей возникнет вопрос. А где вторая половина? Значит, одна половина есть, а второй половины нет. Я очень надеюсь, что это только начало развития триатлона на стране, и полная дистанция не заставит себя долго ждать. То есть это, получается, как у нас такая демоверсия будет? Нет, это одна из... Попробуем. Нет, нет, я не думаю, что это демоверсия, я думаю, что это хорошо отрепетированный старт. И на самом деле половина дистанции, она проходит во многих городах, то есть и во многих странах мира, это является как одной из частей, самостоятельной частью триатлона. А какими национальными блюдами вы будете угощать наших заморских гостей? Что вы им предложите прежде всего? Я думаю, вместо пасты предложим людям попробовать наш бешпармак накануне, что придаст им несколько плюс ватт мощности в ногах на велоэтапе и беге. И организаторам главное, чтобы все прошло гладко и очень хорошо, без всяких вот там... без сучка, без задоринки, вот так скажем. Да, это будет очень здорово. Елена, у нас будет вот прям мини-викторина на эрудицию, раз мы выяснили, что триатлон – это вид спорта для эрудированных людей прежде всего. Прямо отвечайте быстро, не задумываясь, и вот прям молниеносно. Путь Абая написал. Мухтар Уэзов. Где впервые состоялись гонки Айронмен? Кона, Гавайи. Если одно яйцо варится 5 минут, то сколько будет вариться 30? Так же 5 минут, 5 минут. Как звали Шекспира? Вильям. Вот. Согласно известному выражению в здоровом теле, здоровый что? Дух. Класс. Какова по стандарту дистанция марафона? 42 километра, 195 метров. Ну это великолепный результат. Вот еще раз подтверждается, что триатлон – спорт для умных, и вообще любой спорт – это для очень умных и интеллектуальных людей. И талантливый человек, безусловно, талантлив во всем. Ну и сейчас мы, наверное, уже будем пробовать наши блюда, которые томятся в нашей духовке и ждут этого часа. Вегетарианская лазанья. Нарезаем все овощи и тушим их в небольшом количестве растительного масла 7-10 минут. Для приготовления соуса необходимо растопить сливочное масло, добавить в него муку и ввести молоко, непрерывно помешивая массу. Доводим до густоты. Листы лазаньи заливаем горячей водой и оставляем на несколько минут. Затем выкладываем их в форму для запекания. Смазываем соусом и выкладываем овощи. Повторяем этот процесс. В финале посыпаем тертым сыром. Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут. Миндальные казинаки. Отделяем белки от желтков. Добавляем белки. Рубленный миндаль, овсяные хлопья, овсяную муку и сахар. Тщательно перемешиваем. Из получившейся массы формируем казинаки и выпекаем их при температуре 200 градусов в течение 15 минут. А наша кухня наполняется изумительными ароматами, а это значит, что наше блюдо готово. И мы достаем их из нашего духового шкафа и выкладываем на тарелки и дегустируем. Первый мы достаем наши казинаки. Автоматический доводчик двери добавляет комфорта в приготовление блюд. А мы выкладываем наши казинаки в тарелку. Елена, я думаю, что это будете делать вы. Моя миссия, да? Да. Я вам оставляю прихваточку, чтобы не обжечься. И я достаю лазанью. И выкладываем ее по тарелкам. Уже прям не терпится попробовать, что же у нас получилось. Ну, мы можем пробовать. Так. Очень вкусно. Вкусно, да. Прям и полезно. Что самое главное, что это полезно все-таки. Сплошные углеводы. Ну, давайте попробуем казинаки. Какое все-таки полезное лакомство. И сахар в меру. Прямо... 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 Да, между прочим. Ну, золотая середина найдена. Елена, и по сложившейся традиции, гости кулинарной лиги оставляют у нас свои автографы. На своих же фотографиях, между прочим. Ой, как замечательно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Я надеюсь на еще новые встречи на нашей кухне. Желаю вам новых побед. Обязательно. И новых свершений. Спасибо большое. А с вами, друзья, мы встретимся вновь в эфире телеканала «Магия кухни». Спасибо, что были с нами. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»